Это жесть. Тачка на 36-й год. Рогом в бетонный забор промзоны. При исполнении каскадерского трюка с названием «Уши» из шкодной машинки высыпались бутылка пива, пустые банки из-под пива и всякая мелочь, в том числе и обезболивающее средство бита. По словам очевидцев, а таковые поздним вечером есть и на комприке, и даже в промзоне, из Фабии выбрались три невредимых, но едва живых от алкоголя парня. Водила скрутил номера со шкоды, и эта тройка нападения бегом устремилась в лес. Номера они сбросили в сотни метров от места автокрушения. Немного погодя, на эстонскую подтянулся хозяин перевернутой шкоды и привнес интригу. Все-то окружающие были уверены, что это был пьяный угон с перевертышем. Но счастливый обладатель шкоды уверил гаишников, что это не угон, а он сам добровольно дал свою ласточку своим знакомым. И вот тут возник вопрос. Давал он свою шкоду уже пьяному пилоту, что по 12.8 Коап карается штрафом 30к и лишением от полутора до двух? Или же этот знакомый со своими корешами надубасился уже после того, как взял у хозяина шкоду покататься? Кто-то спросит, а собственно почему Фабия на ровном месте улетела сквозь забор в траву? Казалось бы, ответ очевиден. Водила был бухой и с места ДТП свалил. Но почему он раньше не вылетел с трассы? Почему именно в этом месте кувыркнулся? А оказалось, и это сообщили очевидцы в комментариях в паблике «Инцидент Екатеринбург», что в этом замесе поучаствовали три машины. Будто бы Шкода пошла с горки на обгон, Шорком зацепила сначала Ладу Приору, затем Рено Меган и только после этого ушла на крышу. Но по сути причина-то осталась та же самая накиданность рулевого, который, по идее, за пьяное вождение должен ответить, но для этого нужно его поймать и доказать, что в момент ДТП он был пьян.